Несмотря на установившуюся плюсовую температуру в Казахстане, начало отопительного сезона никто не отменял. 1 октября тепло подали на объекты здравоохранения и образования, и спустя всего две недели в жилые дома. Позже всех тепло дали в Алматинском мегаполисе. Местные коммунальщики заявили о полной готовности к отопительному сезону, а вот трубы в буквальном смысле затрещали еще до прихода холодов. Только за последний месяц в городе произошло три крупных ЧП. В нескольких частях прорвало изношенные трубы. Несмотря на то, что сейчас коммунальщики вовсю латают дыры, больше половины сетей устарели и нуждаются в замене. Каких сюрпризов ждать этой зимой алматинцам, расскажут мои коллеги. 14, 15 и 24 октября в Житусусском районе произошло три масштабных выброса горячей воды. В каждом случае ущерб был нанесен автолюбителям, горожанам и бизнесменам Алматы. И хотя все трубы прошли гидравлические испытания, больше половины коммуникаций изношены и еще могут принести сюрпризы зимой в виде гейзеров кипятка. Таких труб где-то более 700 километров. Из 1222 километров, порядка 700, это те трубы, которые выработали 25 лет службы. Это старые советские трубы. В целом, как сообщили в Акимате, объем работ на ремонт в городе по линии тепла и водоснабжения превысил отметку в 10 миллиардов тенге. По тепловым сетям в текущем году выполнена реконструкция тепловых сетей протяженностью 9,8 километров на сумму 11 миллиардов тенге. По сетям водоснабжения в текущем году проводится строительство и реконструкция 178 километров водопровода, 147 километров канализации. На 49 объектах общей суммы 14 миллиардов тенге. Запас угля на отопительный сезон этого года составляет 245 тысяч тонн. При этом сам мегаполис в среднем потребляет порядка 50 тысяч тонн. Поэтому ТЭЦ также не даст сбоев, говорят эксперты и добавляют. Остатки Алматы направляют на отопление прилегающих населенных пунктов Алматинской области. Таким образом, повышение тарифов алматинцев не ожидает. С 1 января 2020 года не наблюдается увеличение тарифов на отопление и на горячее водоснабжение. А вот с 1 января 2019 года были снижены тарифы на 18% и на услуги отопления и на услуги горячего водоснабжения. Также в городе порядка 3,5 тысяч домов не имеют подключения к центральным газовым магистралям. Ожидая своей очереди, жители отапливаются автономными системами. И по информации статистики имеют достаточный запас на то, чтобы перезимовать. Владимир Бовкис, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар-24.